Всем привет, дорогие друзья! Это канал 3DVR, меня зовут Алексей, и сегодня у нас на обзоре игрушка, которая называется Space Pirate Trainer. Поиграем мы в неё в Mixed Reality, для вас всё быстренько покажу, расскажу, и вы поймёте, что это и что это стоит. Поехали! Итак, играем мы за пирата, находимся на платформе такой, к сожалению, вы не увидите, что она находится на бэкстейже, сзади, так сказать, здесь такой корабль, обширная крыша. Ну и не суть важна, потому что все действия будут происходить вот здесь, вот спереди, попозже чуть покажу. У нас есть 8 типов вооружений, с помощью которых мы будем справляться с ботами, которые будут периодически здесь всплывать, волнами. Эти волны нужно будет уничтожать различными способами, и в зависимости от того, как вы быстро это сделаете, вы будете получать какое-то количество очков. Задача в игре, соответственно, простая. Продвинуться как можно дальше, выжить как можно дольше, убить как можно больше монстров. Монстры — это боты, роботы, самые разнообразные, которые стреляют по одному разу, у которых по 5-10 хп, боссы, всякая разнообразная такая фигня. Здесь, как и во многих играх, есть таблица рекордная, в которой можно занять какой-то рейтинг в мировой таблице, для этого нужно набрать как можно больше очков, чем мы, соответственно, и будем заниматься. Для всего этого у нас есть вот такие вот два револьвера, левый и правый джойстик, и мы можем ими стрелять и убивать наших противников. У нас есть шесть типов вооружения, соответственно, два вот таких вот, сказать, автогана, пулемета, как хотите называйте. Второй вариант вооружения — это дробовик, который стреляет вот так вот, такими пучками. Третий вариант вооружения — это у нас вот такая вот снайперская винтовка, зажимаем долго-долго-долго, держим, он вибрирует и выстреливает. Вот так вот я зажимаю, 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 и выстрел далеко пошел, убивает достаточно мощно противников. Четвертый вариант вооружения — это у нас вот такой вот смертельный луч. С этим лучом, кстати, есть классный режим совместимости, если мы берем и два луча направляем друг друга, такой эффект Айронмена. Если кто-то смотрел Мстителей, знает, что там такой прикол был, когда Капитана Америка и Айронмен направляли луч в щит Капитана Америки и получали вот такой вот объединенный луч. Выглядит это очень-очень мега круто, сейчас я покажу, когда зарядятся пушки. Вот так вот уничтожать противников просто на ура. Следующий вариант вооружения — это граната. Гранату мы берем, кидаем на один клик, на второй клик взрываем. Если нужно массово уничтожить противников, просто кидаем и взрываем. И еще один вариант вооружения — это у нас вот такие вот револьверы, которые стреляют на максимальной скорости, максимально далеко, очень удобно использовать против противников, которые находятся от вас далеко и быстро двигаются. Помимо всего этого у нас еще два дополнительных вооружения, сейчас я их покажу. Первый из них — это вот такой вот щит, который отражает абсолютно все патроны противников. Помимо всего прочего, он еще и обладает вот такой вот силовой волной, которая откидывает ботов от вас. А второй вариант вооружения — это вот такая вот палка-притягивалка, которую можно вот так вот захватить противника лучом, резко его взять и бросить об землю, и он разбивается. Очень удобно, если нужно быстро избавиться от последнего противника, скажем, которого вы не можете попасть, а время вас поджимает. Ну, собственно говоря, имея все это вооружение у вас под рукой, вы можете спокойно идти в бой и убивать ботов, чем, собственно говоря, мы сейчас с вами и займемся, попытаемся пройти как можно дальше, а вы на это все дело посмотрите. Выбираем классический режим, начнем с первого уровня и по порядочку. Давайте, где у нас там первый бот? Он у нас не атакует, сейчас я вам покажу покрупнее. Сейчас вот он, вот он выпал на нас, не знаю, у вас с высоты видно, наверное... Вот, да, сейчас выпал видно, сейчас я попробую его притянуть палкой. Ну-ка, иди ко мне, друг. Вот, вот такой вот бот у нас, смотрите, поближе, если хотите. Вот такой вот бот, и, соответственно, мы его можем сделать вот так. Нет, не вот так. Ну, давай уже разбивайся. Вот палка как работает, мне это очень сильно нравится, как это происходит. Давайте щит достанем, на всякий случай, вдруг он нам пригодится. Ну, а теперь боты, которые будут нас активно атаковать. Давайте их пулеметной лентой. Былинка. А, и, собственно говоря, самое главное, про что я забыл сказать. Встречные патроны можно также уничтожать встречным огнем, нашим пулеметным. А пули, которые выпускают по нам, которые к нам приближаются, замедляют время. И мы, как в матрице, можем от них уворачиваться. Сейчас покажу на каком-нибудь примере. Давай, выстреливай у меня. Вот, раз, два, три. И вот мы увернулись. Попадая по противнику заранее, мы, кстати, можем сбить его каст, так сказать. И если он заряжается, чтобы выстрелить в вас, и вы по нему попали один раз, то, соответственно, он по вам не выстрелит. Он будет перезаряжаться заново. Вот сейчас, например, белым горит. Вот он белым горел, и я, соответственно, не дал ему выстрелить. Очень просто. Тем временем мне нужно с третьего волна. Нужно как можно быстрее всех этих ботов уничтожать, потому что за это мы получаем бонусные очки, которые нам в конечном итоге попали по мне один раз. Кстати, чтобы умереть, нужно получить за одну волну больше трех попаданий. Три, по-моему, попаданий, и вы умерли. Сейчас мы, кстати, увидим, скорее всего, это на какой-то волне, на которой я, конечно же, с успехом проиграю, потому что большинство пуль я пропускаю мимо себя, а некоторые меня зацепляют, конечно же. Так, вот второй, третий. Ну давайте еще парочку. Так, одно попадание он по мне сделал, но у меня есть еще парочка, чтобы выжить. Все, так, от этих увернулся. Уже седьмая волна, тем временем. Мы скоро подойдем к боссу. Босс тут на пятнадцатой волне первый. Вообще игра, насколько я правильно понимаю, бесконечная, можно бесконечно долго... Пучком у меня попали. Ну, а, собственно говоря, я и умер. Давайте я вам быренько покажу босса. Благо, возможность у нас такая есть. И попытаемся его пройти, если пройдем, то хорошо, не то умрем, но, соответственно, на этом закончим. Босс достаточно мощный, вон он слева. Сейчас он будет на ближней позиции. Вы посмотрите на него. Он стреляет вот таким вот мощным пучком, от которого очень трудно увернуться. Кстати, я не увернулся, да? Я умер? Нет, я не умер. Я еще жив. У меня еще одна жизнь есть. Давайте возьмем щит. Отразим все патроны, которые летят по нам от этих дронов. Самое классное в этой игре еще то, что все это дело подкреплено классной музыкой. Неизвестно, он не диджей, но все это в стиле драма. И очень-очень эффектно и круто звучит. Давайте добьем этого босса. Вы его сейчас не видите? Он сейчас слева от камеры. Ну вот, я его взорвал и он погиб. В общем, босс такой суровый противник. Его пройти достаточно трудно. Мы, как раз, и прошли. На следующей волне погибли, потому что там достаточно большое скопление монстров, которые нужно было уничтожать гранатами. А я, такой дурак, не использовал гранаты, когда их нужно было использовать. Но, собственно говоря, все вариативность этой игры вы уже увидели. Соответственно, на разных монстров используем разное вооружение, те же дробовики. И, по желанию, игра в стиме на данный момент стоит 350 рублей. По-моему, за такое удовольствие пострелять, много подвигаться. По-моему, стоит своих денег. Тем более, качественная игра выполнена. И играть в нее можно очень-очень долго. Так что, обязательно покупайте эти игры, играйте в них. А с вами был Алексей, канал 3DBR. И всем пока-пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!